корней скажи пожалуйста тяжело ли дался переход из молодежки в основу я не скажу что тяжело просто тут совсем все по-другому и мне помогло то что я был знаком со всеми игроками которые тут находится но там не считаю новичков команды сергея гранкина евгения севажелеза по большому счету со всеми ребятами в предыдущем сезоне мы все успели познакомиться как-то провести время так что не скажу что мне было тяжело адаптироваться именно к людям скорее совсем другой уровень вот это у меня это разница в уровне с одну как бы было очевидно и в каких-то моментах и сейчас могу выделяться не с лучшей стороны то есть видна эта разница дедовщина не было в команде нет когда первом матче ты набрал больше всех очков для тебя это важно было вот на данном этапе в самом начале пути твоего но для меня лично это конечно приятно но я не скажу что у меня есть какая-то стена где я рисую звездочки за каждый матч которыми набираю больше всех очков тут одно дело там по молодежной лиге смотреть когда ты понимаешь что где-то ты и старше своих сокомандников и на тебя и рассчитывают больше и вот в этом случае ты уже должен понимать что ты должен быть лидером команды ты должен вести за собой ты должен им помогать и ты стараешься то есть выдержать вот как получат в том числе не так было было что для меня скорее было бы странным если бы я не становился лидером по очкам в каждой игре а тут перейдя сюда мясо это скорее удивление но просто позиция такая что мы за тот матч больше всех передать прилетел прилетел бы стасу больше этот вопрос понятно из чего вытекает вы с владом баке чем в одном амплуа играете поэтому чувствуется ли вот этот момент что вы должны составлять конкуренцию друг другу вот конкретно ты составишь конкуренцию владу ну правда мне просто жило ответить на этот вопрос потому что как бы само присутствие конкуренции это основополагающий фактор как я считаю потому что я там находился в конкуренции я могу там допустим сказать по сборной когда были на протяжении короткого периода времени в очень активным тренировочном процессе нам надо было понять кто вот из нас там едет или не едет на международные соревнования его там все росли я там чувствую я чувствовал что я прибавляю потому что у тебя где-то и нервозность есть и где в каких-то моментах ты ты чувствуешь что сейчас вот ты должен как бы доказать и вот этот формат конкуренции это здоровая абсолютно конкуренция которая и тебя как бы заставляет работать больше лучше чище что самое главное то есть ты не позволяешься там каких-то глупых ошибок у каких-то глупых мячей как раз таки ты вот важный момент ты должен ты должен показывать что ты в этом элементе лучше с владом получается так что ну он просто по вот физиолог физиологически нет я не могу составить ему конкуренцию а там я думаю что я я сделаю все возможное чтобы и он рос и я прибавлял но допустим за тот сезон я считаю что мне скорее приятно то что у меня такой конкурент то есть мне есть к чему стремится есть абсолютно я вижу куда мне надо расти вот и все это что переиграть его будет сложно это сто процентов но тут скорее важен тот факт чтобы есть но если стремиться к этому то рано или поздно то есть ты все равно будет делать шаги как тут уже скорее вопрос кладу не скучно ли ему со мной но вот это постоянное сравнение она будет ты понимаешь что от этого никуда не уйти она не будет ли какой-то дополнительной эмоциональной нагрузкой для тебя или ты к этому как бы нет я скорее наоборот я бы хотел чтобы было это сравнение если люди забудут что существует второй диагональный у нас команде ну там если я буду находиться на этой позиции то это скорее уже ко мне вопрос потому что значит где-то что-то я делал не так значит это я не дорабатываюсь вот на данный момент доволен своей ролью в команде вот к сожалению получилось так как получилось поскольку лад у нас выбил я пока занимает место и конечно радуюсь абсолютно каждый день что стою как бы в площадке с такими людьми с которыми довелось часто и конечно хочется заслужить это место и за в 19 но в два в 20 лет выйти и играть в составе в команде в суперлиге тем более факеле жесткая конкуренция в суперлиге по сравнению с молодежкой но тут я бы не сказал что есть какая-то конкуренция она не жестче тут наоборот у тебя есть состав команды и чаще всего команд есть допустим там 6 человек которые чаще всего начинают которым мы готовимся мы делаем нас тренерский штаб делает по ним разборы наоборот легче подготовиться бывает потому что команды могут не так часто делать замену то есть вот сегодняшний матч у получилась так что вышел второй диагональ да но я не скажу что вот так вот 12 человек ходят по кругу то есть скорее понятно кто выигрывает эту конкуренцию тут дело не в заменах а вот именно если ты начинаешь в стартовых шестерки наверно ты эту конкуренцию выиграешь там по тренировкам или по каким-то игровым действием но уже находясь на площадке то есть я честно говоря поскольку я первый раз вообще попал в суперлигу и не так много матч провел буквально сколько мы летали я насчет конкуренции в других командах пока не могу сказать как ты оцениваешь первые игры команды насколько вот сейчас уже например там если не считать чемпионата еще были кубковые игры насколько видно прогресс но я считаю что мы до сих пор еще у нас есть моментов которых нам стоит все равно притираться притираться как сергей говорил там на пресс-конференции что у нас есть еще проблема со взаимодействием я думаю что от каждой игры мы все равно будем добавлять и добавлять мы должны работать над тем чтобы переносить именно но лично я по крайней мере я не знаю там за ребят у нас все-таки ребята поопытнее в команде и у них там нету каких-то именно таких у них для них меньше в ситуации волнительных где им там непонятно что делать у них практически уже людям понятно чем зачем они занимаются и поэтому я бы работал над тем чтобы переносить именно действия с тренировочного процесса именно на площадку скажи пожалуйста сергей гранкин как капитан что он привносит в команду но сергей он привносит не только на площадке не только в тренировочном процессе но и скорее по жизни он позволил лично мне взглянуть на волейбол и отношения именно к спорту не как к работе на которую ты там приходишь и ты знаешь что вот ты должен сегодня тренироваться при этом ты должен постоянно находиться на в каком-то нервном состоянии то что тут что-то не получается тут что-то не получается сергей он скорее помогает чуть-чуть выдохнуть на площадке но им и мне естественно как игроку неопытному совершенно очень комфортно находиться в его руках по большому счету то есть я под я понимаю что я могу ему довериться и что серега сделает может сделать вот предоставить мне возможность сделать то что я могу сделать дает какие-то персональные советы естественно конечно он очень много подсказывает мы с ним обсуждали вопросы по подаче дело дело не в том что у меня как бы есть какой-то барьер обсуждения там с тренерским штабом нет просто там поскольку мы сейчас стоим все-таки на одной площадке в шестерке в одной подсказывает абсолютно по всем элементам потому что естественно видно что там тренировочном процессе но у меня и даже даже в тренировочном процессе не говоря уже про игру мне есть какие-то там проблемы именно с пониманием игры в каких-то моментах какое действие в какой момент лучше сделать и там если мы обсуждали по блоку по подаче по защите то есть поскольку сергей есть что рассказать он этим абсолютно спокойно делится он в этом плане очень открытый игрок и персонаж и делает абсолютно тут даже скорее не волейболе дело в том что можно и поговорить абсолютно на любые темы и он открыт к разговору и как бы всегда сам показывает он ваш молодежный сленг уже понимает до правильная проблема еще хотелось бы напоследок задать такой вопрос скажи пожалуйста корней родители которые смотрят сейчас все игры они какие-то советы тебе дают там либо после поражения пытаются успокоить либо там вот советы от родителей поскольку у нас в семье нету именно какой-то там волейбольной династии и мама с папа большому счету о профессиональном начали разбираться в профессиональном волейболе абсолютно там стоит также постепенно как как я начал в углубляться в волейбол чем дальше это шло тем больше там папа с мамой понимали вот но сейчас да у меня смотрят родители и родные тоже все мои игры мне это честно говоря очень приятно это на площадке тоже думаешь о том что что тебя мало того что болельщики тренера вся твоя команда с которой ты тренировался еще и родители тоже смогут служить там дополнительным фактором того подстегивать тебя на площадке но по поводу советов я не могу сказать поскольку как раз таки у меня родители вот именно из-за того что они не могут мне подсказать там по каким-то техническим действиям скорее они поддерживают больше со стороны папа так иногда пытается там между пропадать и рассказать что я подаю круг но только из себя меня выводят скажи пожалуйста вот а сегодняшний матч и домашняя атмосфера домашние стены как говорят помогают вот сегодняшний этот и заряд сегодня был очень на самом деле приятная отвык от атмосферы в уренгоя потому что сегодня был практически там центральный сектор заполнен я мало ездил суперлиги в том году то есть я не могу сказать там больше это народ или меньше очень приятно удивлен правда тем сколько человек пришло и что практически все поддерживаются что это было именно со стороны заметно так что да очень приятная атмосфера я надеюсь что вы только больше людей но что вам придется дополнительные трибуны ставить ну и заключительный вопрос ты лично каким результатом в конце сезона будешь удовлетворен ну то есть условно ты знаешь что как бы вот есть определенный личный результат там ну вот просто я про личный результат я считаю что это говорит обидеть влада много но естественно но это немного эгоистично то есть мои амбиции они заключаются в том чтобы вот этот сезон я бы хотел заявить о себе как об игроке на которую можно положиться что я могу сыграть не только там на молодежном уровне как это было там в том году но я действительно играл там но про 2004 года да это одно дело тут люди намного старше намного опытнее не хуже был пол пол жизни или волейболь на за спиной и мне хочется именно здесь доказать что я могу выдерживать этот уровень без каких-либо серьезных просадок потому что одно дело в том году далее шанс показать себя в игре с ска да я я себя показал вот там в одном элементе ну буквально там в атаке эту пятую партию считаю что я очень плохо провел и меня после такого я не знаю как вообще площадки можно пропустить и поэтому я бы хотел только закрепляться в плане не то что там результативной одной или там двух игр а именно стабильно помогать команде и да и доказать что я могу это делать вот и вот и все то есть мне как бы хотелось бы регулярно чтобы роман николаевич мог на меня положиться и там он знал что если он меня выпустят на подачу вот если я допустим не буду начинать старте что я могу помочь с подачи я могу помочь на блоке я могу выйти на двойную замену и он будет уверен что там мне миша вышник вот посует 9 передач и я там 677 из них забью и именно в этом в этом плане помогу там помогу владу отдохнуть сереге отдохнуть в каких-то моментах чтобы в общем хотел хотелось бы именно стабильно помогать команде не подавать подачу сильнее всех во всех элементах добавить и переносить именно так поле